Санта-Сусан 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 У нас вице-президент Арунас Вандис, тоже был в Вадебульгене. И перемены есть в судейском. У нас теперь Александр Смартинбус, у нас судейский главный судья. Саша теперь у нас главный судья в Литве, да, мой друг? Да. А вы между собой как общаетесь? Хорошо? У вас команда сейчас? Ну, думаем, что будет команда, потому что новые лица, по-новому думаем все это провернуть. И надо смотреть на будущее. Ясно. В этом году что было проведено в Литве и что будет еще проведено? Так, у нас в Литве был чемпионат Литвы, турнир в Юрборгасе, уже пятый раз прошел. Турнир в Вильнюсе. В Вильнюсе был юбилейный, пятнадцатый чемпионат. И после чемпионата Европы будет турнир в Шауле, это будет Кубок Солнца. Как Кубок? Солнце. Кубок Солнца? Да. А кто организует все эти турниры? Я имею в виду, непосредственно федерация, понятно. А кто-то еще помогает? Есть какие-то титульные спонсоры у федерации? Нет, таких спонсоров нет. Каждый регион делает свои турниры и там собирают спонсоров уже по своим контактам. Какое отношение государства и бодибилдинга в Литве? Ну, отношение такое, знаете, не очень хорошее, потому что у нас доминирует баскетбол на всех направлениях. И набираем сколько можем. Секундочку. Государственное финансирование имеет место быть в федерации бодибилдинга и фитнеса Литвы? Да, государственное финансирование есть, но там есть у нас по категориям. И наше... Мы не на первом олимпийском, а на втором и третьем там есть категория такая. Ясно. Приоритетная. Ясно. В последнее время, в последнее время, очень много, ну не в последнее, в последние, скажем так, 10-15 лет, очень много литовских спортсменов, скажем так, довольно серьезного уровня, оказались за рубежом, в частности в Штатах. Тот же там, Роберт Бурнейко, то есть, как бы, как ты сам относишься к тому, что очень много литовцев выступает уже как граждане США и показывают довольно-таки хорошие результаты. Сам что думаешь по этому поводу? Ты же выступающий спортсмен. Я скажу так, если Роберт бы не взял гражданство США, да, так он не получал бы таких мест на чемпионатах, профессиональных чемпионатах. Потому что мы сами знаем, если ты гражданин Соединенных Штатов, ты поднимаешься выше. Я знаю по себе, когда выступал в парнотах и другим соревнованиям. Так, я смотрю на это хорошо, потому что люди... Есть движение вперед. Да, движение вперед и туда, где светит солнце. Сам ты планируешь выступать еще или уже как тренер только планируешь свою деятельность? Нет, я еще планирую выступать, думаю, выступить на чемпионате мира и поехать еще на турнир Арнольд, Олимпию. То есть ты хочешь в Бразилию? Нет, в Бразилию не поеду. А когда ты хочешь вступать? Уже на следующий год? Я бы хотел, пользуясь случаем, если осенью состоится турнир в Москве, Кубок чемпионов, тебе, как тренеру сборной Литвы, обратиться в том, чтобы, если мы будем приглашать кого-то, то обратиться к тебе и ты достойный пару-тройку ребят к нам, значит, в Россию на соревнования отправил. И сам тоже приедешь, да? Да, да, да. Вот, и еще тогда такой, значит, вопрос. Как ты относишься к тому, что сейчас, вот, я знаю, что ты точно читаешь «Маскл Девелопмент», читаешь другие американские ресурсы, смотришь. Сейчас в Америке идет такое бурное обсуждение. Старая школа, как было раньше, количество участников на про-турнирах, качество их подготовки. И то, что сейчас происходит, что на турниры, которые даже со звучащими названиями, выходят подготовленных по-настоящему, значит, атлетов высочайшего уровня 2-3 человека. Все остальное, как бы, непонятно кто и непонятно зачем. Зато используют для заработка такие новые категории, как бикини, мэнс физик и все остальное. Вот такую полемику ты читал или нет вообще? Да, да. Твое мнение вообще по этому поводу? Я скажу так, я никогда бы не был сторонник ни бикини, ни мэнс физик. Ну, мэнс физик у меня вообще такое мнение неоднозначное. А так, ну, люди не дотягивают до таких соревнований, про которые ты говорил. Я не знаю. Ну, мы с тобой старая школа, то есть обсуждение еще помню год, два, три назад. Помнишь? Ну, от чемпионов, что из себя представляло. И какие люди приезжали туда, в каком количестве, в каком качестве, какие фамилии возникали после «Ночи чемпионов». Сама «Ночь чемпионов» как звучала. И сейчас будет вот «Нью-Йорк-про», в какой-то там средней школе проводится, там сказать, в актовом зале. Ну, мы знаем, «Нью-Йорк-про» это то самое было «Ночь чемпионов». Но уровень совершенно другой. Уровень очень низкий. Я вообще не понимаю, как на профессиональную карьеру начали брать таких участников. Потому что там выходят трое-четверо людей, спортсмены, которые высокого уровня. А все другие такие, как статисты. Там нечего смотреть. Мое такое мнение, я не знаю. Нет, свое мнение имеет место не только у американцев, но и в Литве. А бикини и физик-то это, ну, надо шоу, надо мясо, много людей, чтобы вы видели люди. И другое, ну, собирают много людей, собирают много денег. Это бизнес. Ясно. И последнее тебе не вопрос, а пожелание. Мы открыты для общения. Мне хотелось бы, чтобы ты, используя свои связи, взаимодействовал со мной, с нашим порталом. И мы готовы все, что делается в Литовской Федерации, все ваши события, отмечать, размещать и о них рассказывать. Я прошу тебя, то есть поработать с Кристиной, которая там в Фейсбуке пытается что-то сказать, делать, чтобы она начала работать вместе с нами. И мы с удовольствием будем размещать все, что касается Литвы, первенца, бодибилдинга, так сказать, в Советском Союзе. Спасибо за приглашение. Будем сотрудничать. Спасибо за интервью. Будь здоров. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин